всем доброго утра с вами андрей сегодня утром собрались выехали на барахолку только выехали и закапал дождик решили доехать посмотреть раз как это уже собрались и были в пути пойдемте и посмотрим но я думаю что сегодня будет мало людей так как погода испортилась и возможно многие люди решили просто не ехать на барахол сегодня базар на минималках все из-за погоды у кого есть вот такие ставят палатки павильоны видите говорят что приходи и покупай все дешево по скидку делаю да это видно где-то с дома вынесли где делали ремонт вся посуда в пыли но на пластмасс к это пластмассовая штучка китайская все где да так это крышка такую посуду вообще не стоит ставить потому что кто-то будет смотреть и порезаться может все побито уже все мокрое ребята да нет пока у меня есть рюкзак так что но рюкзаки новые кстати я хотел вам сказать если вы приехали на барахолку продавать новые вещи то у вас будет цена дороже чем те кто придет продавать бушные вещи все зависит все таки от товара я смотрел на странице где можно зарегистрироваться и приехать продавать свои старые вещи на барахолку кстати один из подписчиков написал что собирает посуду старую и ценится мальцевское стекло это еще 19 20 век начала завод был мальцевский основан в 1894 году и упразднен в 1918 году но много производили посуды интересно и вот это именно посуда ценится я посмотрел старые каталки есть графинные рюмки очень это интересная тема но как узнать что то есть мальцевская посуда вот вопросы ребята потому что я особых там примет не нашел это надо смотреть замутнение стекла короче надо в этом разбираться чтобы понять но вот это стекло оно ценится очень так что при возможности буду смотреть все мокрое такое вот это соковыжималка или нет что это мощная большая привет из 90-х ребята кассеты еще продают ну вот мы нашли настенные тарелки по временам года зима лето осень весна фирма хорошая это у нас зома это лето это весна к сама фирма виллерой бог она очень ценится и я уже в интернете посмотрел такие тарелки набор стоит хорошо на интернет-площадках но опять же надо спрашивать сколько это стоит если за 10 евро то можно взять а если больше то смысл а вот тарелочка 1980 года посмотрите качественно сделано что сказать я нефе он свой фея и маккан максималь тенге бы если шо нурить гуд ценор оки ну что наше сегодняшнее первое приобретение 4 тарелки времен года фирма огонь тарелки тоже огонь сам продавец хотел за 20 торговались на 10 евро так что неплохо и пока я тут покупал тарелки жена мне показала библия какого года 1875 год ребята в среде лежит сокровище и мокнет знаете сколько такая библия будет стоить для тех людей кто собирает старые книги это сокровище вы можете представить какой год человек вообще продает он не понимает что он продает да я не собираюсь покупать у меня уже две библии есть так что куда мне вот год ребят тоже много что интересного можно найти вот таких вещах до коллекционеры вам надо черепашка японская посуда я так понял да чай пить иногда попадается такая старая посуда но она очень бывает редко и интересная по своей коллекции бывает ну это немецкая марочная посуда такая небольшая но немецкая да не стоит год до сделано в германии стоит ну прикольно конечно но как вам такая картина конечно это не оригинал это фотокопия известная картина рембрандта возвращение блудного сына стоит эрмитаж интересно откуда они ее привезли и тут даже стоит год ребята хотя сама фотокопия была сделана в 2006 году оригинал бы найти второй такой было бы неплохо но это целая коллекция потому что мы здесь видим птицы животные целые даже вот такие есть утюги ребята это вообще посмотрите кто-то собирал целую коллекцию собрал и вот он а вот здесь лежит так это можно на металл сдать и он тяжелый конь чисто как на цвет мет ну красиво смотрится да но это опять же надо кто этим увлекается потому что вот здесь целая коробочка здесь вот даже труба есть это корм подкова где тут он лежит да вот у кого-то такие дома вешалки были отличные хорошая коллекция да не спорю ну пойдем дальше взять настоящее наверно да моей супруге понравилась небольшая вешалка виде чайничка купили мы за 2 евро так что на даче где нибудь определим не на даче значит на другое место определить очень интересная вещичка но в такую погоду ты много не заработать потому что у тебя мало покупателей да что мало покупателей можно ходить спокойно не толкаться смотреть то что тебе нравится ну и конечно мокрый но это издержки скажем так сегодняшнего дня кстати вот посуда лежит в синих таких ящиках но его не могу сказать откуда эта посуда потому что я сильно не разбираюсь так что пишите своих комментариях может быть какие-то советы как вот узнать допустим стекло новое старое потому что не всегда есть клеймо и может быть какие-то у вас есть советы будет интересно узнать вот да когда мы в в в опять же смотрите сколько посуды интересно стоит немецкая посуда кайзер так ну что давайте посмотрим картины новая рамка внутри более старая полотно рисованы тоже это рисунок так это фотография 1910 год здесь мы видим в основном посуда стоит разная разноперстная посуда наборов нет самые умные спрятались под деревьями там более-менее сухо и можно стоять спокойно торговать своими товарами здесь продают кстати новые товары все в упаковках мы когда заходили дождя такого не было это он уже походу стал усиливаться и сейчас мы уходим потому что дождь не прекращается и это плохо конечно при выходе мы не упустим возможность посмотреть что нибудь интересное вы не думайте что мы сразу ходим мы уходим не спеша потому что посмотреть и что-нибудь найти интересного это стоит того пройтись параметров и глянуть что продают здесь тарелочка суповые наборы люди стоят еще надеюсь что-то продать нам уже идем на выход ребята на сегодня хватит походили вот такая у нас получилось сегодня интересная прогулка немножко дождь помешал но бывает потратили 12 евро купили интересные тарелки и крючок очень необычный крючок виде чайничка так что едем сейчас домой пить горячий чай ну и суббота будем отдыхать так что подписываемся на канал с вами был андрей всем пока